Пока на тренировочном катке ребята только начинают покорять спортивные высоты, клинские именитые шорт-трекисты завоевывают медаль на общероссийских и международных соревнованиях. В финале Кубка России, проходившем с 5 по 8 февраля в Коломне, клинчанин Геннадий Масине стал победителем в забеге на 1000 метров, а вот Ирине Шелягиной и Анастасии Реутовой удалось завоевать серебро в эстафете на 3000 метров. Бронзовыми призерами в 5-километровой эстафете стали клинчанин Александр Евдокимов и Сергей Чабан. Но, несмотря на такие успехи, наставник спортсменов Виктор Григорьев считает, что его ребята могли выступить и лучше. Четверочка с минусом есть. Есть над чем работать, есть работать и спортсменом над чем. Правильно выполнять установку ту, которая необходима для бега в шорт-треках. Потому что это тактический, технический вид спорта, он эмоциональный. Порой бывает, что в забеге спортсмены сбивает тот настрой, который имелся у наших ребят. Но, тем не менее, мы должны по дистанции переигрывать своих конкурентов. А вот сын нашего тренера, олимпийский чемпион Владимир Григорьев на прошлой неделе на пятом этапе Кубка мира в Дрездене занял второе место на дистанции 1000 метров. Опередить клинчанина удалось другому российскому шорт-трекисту Семену Елистратову. Я уверен, что большинство из вас никогда не слышали о том, что существует соревнование по сбору и разбору доильного аппарата на время и фигурному вождению трактора. Но это можно увидеть на ежегодных сельских спортивных играх, с которых совсем недавно вернулись наши спортсмены. С ними пообщался мой коллега Артем Синяков. Спортивная семья. Именно такое гордое звание носит семья Щиновых. А по-другому и не скажешь. Родители уже 20 лет в спорте и своих двух детей приучили к спортивному образу жизни. Старший Алексей занимается легкой атлетикой, а младший Илья пока только ищет себя в спорте. Они уже на протяжении 7 лет принимают участие в различных спортивных семейных мероприятиях. Нас толкнуло... Дети толкнули на эти старты. Самим нам, как вы видите, тут спорта хватает. Мы работаем тут уже по 20 с лишним лет, поэтому... Мы начали ездить со старшим ребенком еще лет 5 назад. 7 лет. Ну, было 7 лет. Ну, не знаю. Первый раз в спорте. Сейчас он у нас вырос. И вот 2 года мы уже ездим с младшим сыном. Первый раз мы выиграли соревнования с маленьким. На этот раз спортивной семье покорились 7-е зимние сельские спортивные игры, которые проходили 31 января в городе Ступино. Всего 25 районов Подмосковья, среди которых был и Клинский, приняли участие в соревнованиях. Из необычного были соревнования по сборке и разборке доильного аппарата на время и фигурное вождение трактора. Также стояли состязания между командами семей «Мама, папа, я» «Спортивная семья». Наша спортивная семья боролась с 16 другими в трех категориях. Дартс, лыжные гонки и веселые старты. Семья Щиновых оказалась самой быстрой и меткой среди всех. Самым интересным, на взгляд, Наталья и Сергея были веселые старты. «Веселые старты. Ребенок 40 метров бежал с клюшкой хлорбольной. Мячик обладил конусы клюшкой. Мячик забить в ворота. Да, забить в ворота ногу. Мама бежала с кромыслом, с двумя ведрами воды. Типа только снег был вместо. А папа потом вез маму и ребенка на саночках, те же 40 метров». Это был второй этап соревнований. Теперь семью Щиновых ждет следующий, заключительный этап, который уже будет всероссийским и пройдет в городе Чайковский, Пермский край, с 26 февраля по 2 марта. Сейчас мы с победителями сельских игр семьей Щиновых, собственно, попытаемся подтвердить их звание. Они со мной пробегут небольшую эстафету, но перед тем, как пробежать, конечно, надо немножко размяться. Я тоже хочу так. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok